было больше лучших позиций, чтобы черные не надобили играть на победу регулярно, но это просто действительно ну, скорее всего, с течения обстоятельств я все-таки понимаю Сергей Юрьевич, здравствуйте как вы видите развитие мировых шахмат в связи с новым президентом ФИД, господином Барковичем какое место все-таки будут занимать отечественные шахматы, мировых шахматов останутся ли они, как вы сказали, не экстрактным явлением во что они превратились в последние годы или все-таки они опять вернутся в массы, как это было в 70-е, 80-е годы когда играли в парках, в каждом году и так далее Спасибо Тут надо разделить на два аспекта мировые шахматы сейчас и развитие шахматов в нашей стране давайте со второго вопроса стартуем конечно, то место, которое шахматы занимали в Советском Союзе абсолютно уникальное явление в студии и боюсь, что этого никогда больше не случится все-таки шахматы были подняты на счет политической элиты и Советского Союза то есть был космос, был балет, был хоккей, были шахматы были выделены такие сферы и наши шахматисты были, естественно, привилегированным положением это реально, конечно, по сравнению с иностранцами даже речи никакой нет, ну, потому что наши шахматисты были профессионалами а многие иностранцы были просто любителями, даже сильные гроссмейстеры они не могли позволить себе посветить всю свою жизнь шахматом надо было что-то кушать, надо было как-то деньги зарабатывают наши ведущие гроссмейстеры, во всяком случае, пользуются поддержкой партии и правительства и, ну, там, начиная с Ботвинника, если вы посмотрите, внимательно копнете как Ботвинник помогал наше государство, начиная с Аттосика и Сталина ну, это действительно очень серьезно и понятное дело, что у конкурентов не было ничего похожего ну, и вот эта традиция, да, представлять шахматы как некий, милил успех как повод к горлости всего государства это позволяло нашим шахматистам, конечно, доминировать за страшностью такого, я думаю, никогда не тратится но стремиться к возрождению популярности шахматов конечно, необходимо, и шахматные традиции у нас живы очень много еще тренеров старшего поколения, которые способны воспитывать молодежь ну, и просто историческая память достаточно серьезная когда два-три-четыре поколения привыкли к тому, что шахмат – это хорошо шахмат – это наша гордость, шахмат – это наша русская народная игра ну, и мне кажется, на такой волне, чем раньше мы начнем возрождать массовый шахмат, тем лучше ну, мне кажется, что руководство российской шахматной операции действует в верном управлении ну, например, белые ладья, да, школьные соревнования, которые носят всероссийский характер, возрождают то, что было в Советском Союзе вот, что касается садово-парковых зон, ну, спасибо Собяни, мы сейчас парки более-менее благоустраиваются у нас в Москве конечно, шахматные павильончики были очень неплохо я вот раньше ходил в Сокольнике, в Смайенском парке были действительно шахматные места, где люди собираются, блецелают а выигрывали друг друга БЛИЦ на деньги очень долго все равно, весело, интересно, да вот, конечно, это надо делать, друзья и, мне кажется, Андрей Пилатов с компанией, ну, и если у нас сейчас есть своя рука, владыка Фида ну, все условия для того, чтобы возрождать шахматы в России, это раз что касается мировых шахмат, то Дворковичу нужно, конечно, для начала выстроить хорошую команду одиночку, ничего не делается, и мне нравится, что вот сейчас профессиональных шахматистов людей, которые сами знают, что такое, почем так лихо в шахматной жизни Эмиль Сутовский горел балаганом, другие шахматные люди приходят в шахматную власть и уж они, во всяком случае, не будут шахматные пробить, не будут шахматные разменивать на медные и таки ну, и на золотые, я надеюсь, тоже вот, и, в общем, будут работать в нужном направлении но, я вам говорил в своих эфирах после предыдущих руководителей Фида сейчас у нас там авгиевы, конечно, то есть то, что происходило в Фида, это коррупция дикая и, ну, приближение к шахматам, как к игре фантастическое совершенно Фида превратилась в коммерческую организацию, в том числе по отмыванию денег в общем, много, много есть такой, где надо бы, конечно, как следует разобраться и, может быть, даже с участием, с участием следственных органов, да вот, вывести кое-кого на чистую воду, ну, в том числе и некоторых людей, которые все остальные, и любые там, как они во всех этой我 coll отправляются так сказать, как я вас понимаю Почему? Потому что ему нужен сейчас конструктив. Время не ждет, надо делать быстро. И поэтому очень многие чиновники Шахман из бывшего колодства, он переманивает на свою сторону, чтобы оперативно идти вперед. У них все-таки есть опыт, у них какие-то есть связи, и он старается это использовать во благо. То есть не хочет им отомстить, начиная с Макрополуса. Потому что Макрополус перед выборами, если вы знаете, лил грязь на Аркадия и много чего пытался сделать, но после избрания Дворкович всячески демонстрировал, что вот, предшественники молодцы, они проработали, а мы пойдем дальше. Так что, наверное, никаких следствий, никаких карательных мер не будет, хотя вот некоторые люди говорят, что надо. Но поживем и увидим. Так же, как дальше работает Дворкович? Ну, мне кажется, очень важный момент не попадет ли он под персонально американские санкции. Потому что проблемы последних лет ФИДа начались с того, как Кирсавр Межинов попал под раздачу, и под его подписью документы перестали проходить через банки. Швейцарские банки, другие банки. Сейчас все банки ужасно боятся американских санкций. Все боятся попасть под этот пресс. И поэтому Кирсавру сказали, все, дружище, подписывать документы должен кто-то другой. Это стал подписывать Мэн Холкинс, вы знаете. Ну, а потом классическая русская сказка «Лисичка в домике зайчика». Зайчик оказался не нужен, его выкинули. Этот зайчик Кирсавр Межинов. Ну, и «Лисичка» решила потом храниться и устоять. Вот. Я надеюсь… Ну, вы знаете, что с большой политикой ничего предсказать нельзя. Потому что кто-то на мой голос бьет, мы же не знаем. Я не исключаю, что через месяц-другой Аркадий Долкович будет тоже под санкции подведен. И тогда, видимо, начнутся новые веселые времена. Но вот если этого не случится, тогда будет немножко легче. Тогда будет немножко проще. И я надеюсь, что как-то удастся по-человечески выстроить работу и двигаться каким-то образом вперед. Друзья, позвольте прокомментировать вот этот вопрос. И очень важная тема поднималась. Все эти вещи – это все сверху. Есть управленческие решения, есть бюджет, есть люди. Но давайте посмотрим на подруговную ситуацию. Есть мы. Мы большая команда. Во главе Сергея Юрьевича. Он нас всех объединил. У нас большие обсуждения. И для того, чтобы начало движение, нужен контент. Мы его сегодня создаем. У нас большие возможности у всех нас взятых и ресурсов для того, чтобы этот контент сделать интересным. И предложить его кому? Первому каналу, 24-й Дворковичу, всем остальным. Мы его обрисуем, мы его обставим. Мы ему на самом деле можем делать очень много. Я считаю, что ничего ждать не надо. Никаких денег сверху. Абсолютно нужно искать своих спонсоров, своих инвесторов и заниматься этим каналом. Такой идеей всем заниматься. Поэтому все вместе думаем на эту тему и дальше развиваемся. Такой интересный, интересная идея. Я как-то в этом плане даже не думал. Спасибо за позитив. Давайте еще один вопрос и после этого к тому столику приподнемся дружно. Рад. Так. Вы первый к тому плане. Спасибо. Вопрос такой, если продолжить тему популяризации шахмат, то мне кажется, что шахматный чемпион, он выполняет функцию определенную по популяризации. И в этом смысле Магнус хорошо справляется с этой ролью. То есть, ну, яркий, красивый, такой, внутричный в чем-то. Сейчас у него, он продвигает приложение шахматное. Вы говорили, что вся Норвегия очень сильно вылеченная сейчас с этой темой. Вопрос в том, не проиграет ли шахматный мир, если чемпионом станет Круала, потому что он более сдержанный, более такой, как бы, это... Вопрос в том, не проиграет ли с этим шахматный мир. И вторая часть вопроса, кого из текущих супергрансмейстеров, которые борются за звание чемпиона, вы видите вот в этой роли такого яркого... Да. Марк Грэмпера. Во-первых, я хотел бы сказать, что Маркус Картсон тоже вещь в себе. Эммануэм Кант был бы очень доволен, если бы поработал с таким подопечным. Маркус Картсон, еще раз повторяю, я вам говорил полчаса назад, что когда Маркус начинает говорить о вопросах, не связанных с шахматом, он начинает плавать, как шкалярный дочерь. Вот. Но у него грамотная команда. Маркус потому успешно справлялся и справляется с популяризацией шахмат, что у него есть грамотные менеджеры. Ту, честно говоря, папа родной, очень молодой мужик. И они действительно, и рекламные компании грамотные, и встреча с Биллом Гейтсом, помните, он за 15 секунд его выиграл. И, не знаю, там, вот, как говорят сейчас, вышли мобы, вот, всякие какие-то движухи начинаются. И Маркус реально становится, стал медийной фигурой, очень крупной. И вот это компьютерное приложение, в которое люди любят играть, идея там, идея очень хорошая, потому что там уровень игры, программы, просто, Маркус 5 лет, Маркус 7 лет, Маркус 10 и так далее. То есть, мне вот и говорили любители шахмат, Маркус 7 лет обыгрываю, Маркус 9 уже не могу. Это действительно очень интересно, классно, так что Маркус молодец, ничего не скажешь. И я думаю, что Фабиана Карлана, с учетом, опять-таки, командного эффекта, может тоже раскрепоститься и раскрыться. Прошу учесть следующий факт. Он у нас американец, постоянно в американский флаг заворачивается на награждениях, а Америка у очень богатой страны. Если там растрести людей и кошелки по полной программе, вот это будет очень здорово. В конце концов, помните, какой в Америке был бум, ну, здесь присутствующих 2-3 человека, помните, по-серьезному, по-взрослому, да? Но когда Фишер отдалил Спасского, в Америке реально, вплоть до президента, все очень гордились. И им казалось, что вот, вот, наш американский парень все равно. Фишер отказался, во-первых, от того, чтобы пойти в Лилетон, отказался от всех общественных мероприятий. По-русски, вражаясь, просто послал все, весь остальной мир, включая собственных президентов и политиков. И на этом все закончилось. То есть, исторический шанс раскрутить и разнести в Штаты был упущен. И вот сейчас, если Фобиано завтра пробьет Челябинский фобиано, и, соответственно, черный устроитель в своей любимой, всеми нами любимой архивской партии, то тогда бы, а может быть, итальянской партии еще подключатся, потому что Фобиано, вот, извините, как правило, отцы, боссы итальянской партии, все живут где-то во имя Бруклина, да, где-то там вот, рядом с нашим партии, там где-то живут. Может быть, они тоже подключатся. Я думаю, что реклама будет очень мощная. И подтянутся тоже спонсоры Фобиано. Ну, у него не хватает, конечно, национальности, не хватает мимики. Вот когда Макус там нахмудленный, помните, стоял, какой-то рекламный у него такой, есть фотография, когда он в какой-то черной водке находился так, что, ну, настолько это живо, настолько это ярко, настолько это впечатляюще. Каждый молодой мальчишку видел, вот он такой, шахтанный чемпион, хмудрится так же, как и я, да, увидел двое тут мимики. Вот Фобиано, он немножечко, действительно, не хватает ему и артистизма, но, может быть, найдут для него какие-то другие способы, как-то его, действительно, развернуть и показать всему миру. Мне кажется, что в этом плане пессимизм не совсем уместен. Я думаю, что все решаемо. В конце концов, какие конфеты, каких конфеток делают из голосов певичек, да, каких высотно достигают некоторые актеры, которые по таланту своему, там, честно говоря, слабенькие. Все возможно. В нашем мире, в информационном мире, раскрутить можно кого угодно, что угодно и как. В конце концов, можно создать миф. Мифотворчество – это вообще наше всего понимание. Так что я верю в Фобиано. Ему осталось всего ничего, выбиться. Вот, и тогда мы из него порадуемся. Вот, а что касается госпейстеров, которые способны это делать, то есть, ну, я верю в Шахляра Мамитярма. Если Шахляр выйдет на самый верх, с него может получиться объединение фигур вполне. У него настолько обаятельная улыбка, что просто касается, конечно. Вот, ну, не знаю, Весли Со. Конечно, Ян не помню, чтобы Янчик вышел, но мы с его косновечием, с его умением тоже обаять дублику и всех остальных тоже было бы здорово. Практические шансы. Практические шансы. Наверное, система, ну, как-то, знаете, оставалась немножечко детской, неустойчивой. И поэтому блестящая игра чередовалась иногда с травами, с лапами. А в то время, как Магнус свою нижнюю планку, ниже которой он не опускался, он ее поднимал, поднимался выше и выше, а вот у Яна эта нижняя планка оставалась достаточно низкой. И именно это привело к тому, что Ян отстал. Ну, вы знаете, жизнь продолжается. Магнус уже, что называется, наелся, накушался. Уже вывел столько, что, наверное, мотивации нет. А у Яна мотивация сверх всякой меры. Так что я надеюсь, что Ян еще предмоградится. Друзья, давайте сейчас выпьем чайку. Я вам тоже хотел бы сейчас это сказать. Объявление, ребят, маленькое, сверху. Чтобы чай пить оказалось нам слаще, я попрошу одного волонтера, ближайшего, в белую коробочку. Принесите, пожалуйста. Вот она вам дает. Сейчас, смотрите, секунду. Конечно, можно так. Водорожник, поможешь? Все.